здравствуйте уважаемые подписчики у нас новостные ленты не проходит ни дня без одного человека и наверно не будет еще долго уходить из трендов это александр стенкин и его жена почему такой упор мы делаем на этого товарища но он оболгал меня в эфире сути у меня заел и поэтому буду каждый день вот выпускать по такому ролику с различными его похождениями причем я сначала эту мысль отвергал но люди пишут постоянно пишут после вчерашнего ролика после выпуска нтв чп о своих приключениях с данным гражданином то есть на у нас личка и в сообщество люди стучаться рассказывают свои истории как они с ним пересекались как ну никак ни у кого нет позитивного опыта с ним общение не буду пересказывать то что люди пишут потому что есть очень грязные истории они как бы не подтверждены но я не думаю что люди будут склонны врать просто какую-то чушь писать но история действительно очень грязный а сегодня мы поговорим об одной хорошей положительной истории которая вернее выше стала положительной для одного из тех людей которые тоже обращались к нам в редакцию о деятельности стенкина вчера я частично обмолвился об этом суть в чем что у товарища стенкина была интересная схема как он пытался с людей забрать деньги под видом незаконного обогащения вы можете посмотреть это на балаковском районном суде набрав там по фамилии стенкинами видите дела которые выпадают но сегодня о конкретном случае а каков конкретный случай пенсионер по фамилии дмитриев он прозвучит я спросил его разрешение он сегодня мы с ним созвонились и он разрешил опубликовать видео это видео снималось для нтв но поскольку федеральный канал ограничен своим эфирным и времени она туда я вошло ну очень частично вот суть в чем гражданин дмитриев обычный пенсионер с весьма плохим здоровьем решил продать дачу решил продать дачу вывесил ее на авито и черт глаз дернул как глаз стенки нам попасть на это объявление и вот таким образом ничего не слыша похождениях этого александра алексеевича стенькина наш гражданин решил продать ему дачу как это выглядело ну все как обычно люди же доверяют друг другу встретились возле загса заключили стенкин предложил заключить предварительный договор дача стоил порядка там 500 тысяч рублей в селе натальна гражданин дмитриев ее продавал потому что ну есть проблемы со здоровьем уже не тянут на земельный участок работы на нем и нужны были деньги на поправку здоровья скажем так вот это я вам даю канву до стенкин поскольку он мы знаем уголовник на нем есть уголовные преступления не решил не красоваться нигде особенно в договорах естественно и все он как всегда оформлять на свою жену он принес предварительный договор с подписью своей жены которую в глаза не видел продающий продавец дачи и он по договору передал ему 30 тысяч рублей то есть это как задаток о намерениях договор говорил о том что предварительный договор говорил о том что нужно передать задаток 30 тысяч рублей что и произошло госпожа стенкина жена александра алексеевича перечислил с карточки ему деньги продавцу и вот согласно предварительному договору в районе сентября это было там в мае они должны были семья стенкиных выкупить эту дачу в итоге выплатить все средства вот наш потерпевший на такое такие условия пошел и где там в июне вы сейчас услышите в видеозаписях попросил не то что попросил он решил продать некое имущество сдачи там порядка 7 за 70 тысяч рублей там телевизор уголок металл плитка все что на даче бывает и стенки выразил желание за 60 тысяч от приобрести по телефону все друг другу кивнули да и госпожа стенкина перечислила продавцу дачи еще 60 тысяч рублей за эти товарные ценности вроде бы все нормально пришло время выкупать дачу он причем дал им ключи от дачи они там отдыхали все лето это подтверждать свидетельскими показаниями а на заключение сделки господин стенкин со своей женой не явился вот мало того что не явился наш продавец человек в возрасте бегал по всему городу своими родственниками его разыскивали чтобы ну или как-то определиться либо в чем проблема почему не выкупают как бы и тянется время все лето прошло найти него не смогли зато они его прекрасно нашли когда получили иск на себя о том что они заняли у семьи стенкиных а именно у валентины стенкины 30 и 60 тысяч рублей то есть они выставили незаконное обогащение сейчас мы предоставим кусочки видео весь конечно процесс я не стал вставлять потому что это очень долго подрезал как мог чтобы было общее представление о том что там было вы имеете как итог я вам сразу скажу каков итог балаковский суд огромным спасибо встал на сторону продавца дачи на сторону дмитриева отказал в полностью в выске и еще присудил чтобы выплатить там судебные издержки чтобы семья стенкиных выплатила 15 тысяч рублей на данном случае валентины стенки вот а теперь смотрим как это было и вот посмотрите где правда даже вот не знаю этих людей даже отстранять слушая их показания кто что говорит как говорит адвокат потерю дмитриева что говорит господин стенкин почему он там был он выступал на стороне своей жены в виде юриста защищал ее интересы и права и как себя ведет жена стенкина ей было стыдно она видела камеру отвернулась и весь процесс даже не поворачивался несколько раз я ее поймал взгляд ну я вставил это видео ее лицо должны знать тоже городе балаков ну какой-то чувство цида у нее все-таки наверное осталось в отличие от ее мужа смотрим в начале мая 2022 года супруга улентин алексеевна стенкиной то бишь я значит познакомился с неким дмитрием владимир константиновичем по вопросу познакомились мы по вопросу приобретения мною дачного участка с дачным домиком вот он нам начал рассказывать о своей жизни что он перенес заболевание сердечное вот что он сейчас не может работать ему нужно долго лечиться вот значит и в этот день мы заключили две сделки ваша честь первая сделка мы хотели выкупить у него дачный участок и заключили с ним предварительный договор и внесли наличными средствами по договору 30 тысяч рублей вот но значит дмитрий владимир константинович сказал что нужны деньги и в долг там еще дачи или как но попросил сумму еще 30 тысяч рублей долг у моей супруги но я был принципе не против у нас на тот момент с материальным финансовым положением было в принципе не проблемно проблематично и мы перевели ему денежные средства договор не заключали поскольку опять же он шел к нам в доверие вот человек скажем так может это психологически сделать его но к сожалению мы ошиблись в этом человеке человек вновь обратился за материальной помощью и попросил уже 60 тысяч рублей опять же объяснил это тем что он бедный больной вот что у него нет денег ему надо лечиться вот ну мы как бы так как мы заключили еще сделку по купли-продажи предварительный на дачный участок земельного участка как бы мы общались с ним он нам это дачный участок предоставил в пользование безвозмездно вот как бы укаживайте сажайте у нас дети опять же мы выезжаем на природу понятное дело отдых нужен после каждой после рабочего дня вот мы ему перевели эти денежные средства но когда мы начали дмитрия дмитрий владимир константинович спрашивали денежные средства которые он брал в долг он сказал что у нас денег нету вот на что мы как бы ему посоветовали продать нам дачу побыстрее но дачу он тоже отказался продавать мы с супругой посоветовались как бы человек адекватный вошел к нам в доверие мы часто его встречались в парке энергетик он к нам приходил мило улыбался шутил без процентов просто как бы вот сумму мы ему даем временно а там якобы мы сочтемся либо мы меньше задачу заплатим либо мы он нам просто вернет вообще он обещал нам вернуть ваша позиция сказали что вы познакомились с ним 11 мая а затем супруга с ним познакомились в этот же день я стал что в начале скажите пожалуйста точную дату когда вы познакомились дмитрий владимирович это было начало это может 1 2 3 майские праздники это были майские праздники я открыл объявление на авитору мне понравился по фотографиям дачный участок земельный домик дачный и я позвонил таких номеров я взял 3-4 я вот обзвонил посмотрел то есть мне вот понравился этот удачный участок человек хозяин был адекватным насколько я понимал но к сожалению не ошибался во первых если мы начинаем читать иск который у нас имеется материал дело мы видим что стенки напишет что я такая-то стенки на такого-то года рождения один период 11 0 5 2022 года познакомившись с моим доверителем дмитрий владимирович константин по устному договору перевела ему на карту сбербанка 30000 рублей долг на один месяц таким образом стенки на указывает что познакомился моим доверителем именно одиннадцатого часа то есть поскольку нету иного периода выиски это 11 число мы считаем таким образом здесь мы видим грубейшую ошибку из сочинителя в кавычках поскольку все мы знаем нет никакой сомнения в том что никакой здравомыслящий человек в день знакомства другому человеку незнакомому никогда не переведет не то что 300 тысяч рублей но даже и 500 рублей теперь вторая ошибка то есть это была первая неудачная попытка вести истца вести суд в заблуждении вторая ошибка заключается в том что далее стенки напишет 5 июня 2022 года дмитрий владимир константинович вновь обратился ко мне за помощью попросил еще 60 тысяч рублей долг и снова мы видим очередную несостыковку которая заключается в том что теперь во втором предложении иска сочинитель в кавычках стенки на валентина алексеевна фактически забывает выдуманные ранее ею обстоятельства изменяя их и теперь говорят о том что в день знакомства он еще и обращался к ней за помощью просить деньги таким образом проанализировав данные два предложения иска буквально их истолковать мы убеждаемся что никаких договоров займа между моим доверителем и стенкина и валентина алексеевна никогда не заключалась как все происходило в действительности 1 а вот представитель истца своих пояснениях упомянул о том что был предварительный договор купли-продажи дачи мы полагали что он будет это отрицать заседание но тем хорошо что он это признает физически все переговоры как вот у нас пояснил представитель истца вел от имени своей супруги стенкина валентина аксель который является истцом по-настоящему делу ее супруг стенкин александр александр алексеевич это действительно соответствовало правде потому что мой доверитель не встречался со стенкина и валентина алексеевна в день заключения предварительного договора ну ваша честь подпись стоит в оригиналах то есть далее перед подписанием вот что касаемо уважаемого супа сумма 60 тысяч рублей указание истца в иске о том что это был займ также является несостоятельным и не соответствует действительности эта сумма была стоимостью имущества которая находилась на даче я инвалид ветеран труда у меня 46 лет стажа и вот этот человек стенкин обвиняет меня в том что я в лесу не в доверии и прочее я хочу сказать что при первой встрече узнав о том что я перенес сложную болезнь как я перенес острый инфаркт в верхнюю он мне представился врачом урологом который работает в нашей нашей горбольнице что он находился в горячих точках на данный момент он на пенсии он спасает людей и при любой моей потребности он обещал мне всегда в этом помочь об этом могут вам подтвердить все соседи находящиеся на даче с трех сторон 6 человек которым он всем тоже рассказал что он врач уролог что он лечит людей что он помогает людям вот при встрече значит стенкина я видел всего два раза один раз я ее видел когда они приезжали ну при осмотре дачи с детьми и второй раз я их один раз видел в парке в седьмом потому что я гулял после мне надо было гулять после болезни я их видел там где он товарищ стенкин мне высказал что ему на работе дали вторую ставку он будет очень много получать на платные операции и он будет со мной быстрее рассчитываться в момент того когда я не мог его найти по окончанию договора я обратился в нашу горбольницу к хирургам они сказали что такого хирурга у нас даже не то что в горбольнице у нас даже в городе нет с такой фамилией и с таким образованием на данный момент так что предварительно ехав ко мне и узнав что я болею он сразу сочинил эту сказку что он врач что он хирург что он уролог и я к нему должен обращаться чтобы он меня мог по этому делу по какому-то лечить сейчас кто кого обманул извините меня расчет между продавцом будет произведен в следующем порядке часть стоимости вышеуказанной недвижимости в размере 30 тысяч рублей в качестве предоплаты в скопах задатка аванса при подписании настоящего договора будет передано продавцу передано продавцу основного договора каким образом вы говорите вы прочитали договор значит вы его подписали деньги вы получили наличными при подписании договора хотя договором было предусмотрено что передаются договором обратите внимание передается покупателем а покупателя не было на сделке поэтому денежно-средства были переданы именно от покупателя но посредством безналичной транзакции закон не запрещает у нас расчеты допускается наличными безналичными чеками аккредитивным иными образом между физическими лицами. Поэтому данное условие было полностью выполнено. И не могло оно быть исполнено по указанию, как это прописано в договоре. Потому что покупателя наделки не было. Об этом подтвердил сам Довитя. Он сейчас просто запутался. Он подтверждал, что переговоры вел по договору именно Стенькин Александр Алексеевич. Валентина Алексеевна не присутствовала. Вопрос. Денежное средство. 30 тысяч рублей на предварительном договору купли-продажи. Как вы передавали? Наличными по пятитысячной купюрой. А в присутствии свидетели? Когда кто передавал? Передавала Валентина Алексеевна, был я, был еще один человек. Мы гуляли с детьми, мы встретились в парке «Наркетик». Скажите, пожалуйста, сначала ссылайтесь на одного свидетеля, который сейчас его выключает. Сейчас ссылайтесь на несколько свидетелей. Назовите, пожалуйста, конкретное лицо, которое якобы было с вами и может подтвердить, было с вами, подождите, я закончу, в парке «Энергетик» и может подтвердить парк переговоров между моей доверителем и вашей супругой. Конечно. Была Екатерина Николаевна. Фамилия? Но фамилия я не помню сейчас. Кем она вам приходится? Никим. Это просто родители, ну так скажем, на площадке, в которой мы гуляем. Мы каждый раз гуляем только на одной площадке, это парк «Энергетик». Потому что рядышком там живем. И, собственно говоря, гуляем, мы знаем всех родителей. Вот Дениса Николаевича, мы их приведем, которые сидели на лавочке вместе с нами, с Владимиром Константиновичем, и общались по поводу дачи. Он нам рассказывал, что это ничего ему уже не нужно. Он бедный пенсионер, инвалид, что у него жена больная. Вот. И ему это все ничего не нужно. Прошу, переговорить на вопрос, уже ответить. Можно еще раз задать вопрос? Скажите, пожалуйста, назовите, и прошу, уважаемая секретарь, записать этих лиц. Какие конкретные лица, по вашему мнению, присутствовали при заключении сделки в переговорах в парке «Энергетик», где участок мой доверитель и ваша спруга? Я вам уже ответил. Фамилию, пожалуйста, назовите, и мы запишем их. Я вам уже ответил. То есть никого не было? Было. Назовите фамилию. Фамилию я точно не помню. Я знаю ее и психику. А как вы собирались заявлять? А не по праву. Вообще, мы заявим на другом процессе. Сейчас мы хотим в ходатайство заявить об отложении судебного заседателя. Я на работу вас спросила, я спросила. Вы сказали, я намерен заявить ходатайство, а вызови свидетель. Да. Вообще, мы с ними созвонимся. Узнай, вы не перебивайте меня. Вы слушайте и дайте ответ. Как вы собирались заявлять ходатайство, не зная фамилии свидетелей? Ваше счастье, это не какие-то родственники. Я не знаю только имя, отчество, данных свидетелей. Количество лиц, скажите, пожалуйста. В данном случае, 11 мая, в парке энергетиков было два человека. Екатерина Николаевна и Денис. Я точно фамилии их не могу знать, понимаете? Я знаю, что мы гуляем, вот мы встречаемся иногда, здороваемся. Нет. С Тенькиной не было. Не было. Екатерина Николаева была. Никакой не было. Денис был. Никого вообще не было. То, что они живут рядом, он врет, они живут за строителями, а это находится в седьмом микрорайоне. Да, один раз я с ними встречался. Никакого там не было. Мы по местной регистрации живем? Мы живем по местной, но это рядом с нами. То есть мы на Мошаде. Странительная рядом с парком седьмого микрорайона. Но это ближе, чем жил город, понимаете? То есть относительно парков. То есть мы гуляем в парке.